1000 лайков ровно, ну почти Еще если так нормально Ребята, очень много вопросов По поводу ситуации с Андреем Особенно у молодой аудитории И мне бы хотелось ответить На все вопросы, потому что там Андрей эту ситуацию рассказал Со своей стороны, как ему выгодно Минуточку Где эта штука О, нашел Наконец-то мне эта картинка пригодилась Не мог другую рубашку надеть? Сейчас будет сидеть, оправдываться У него какая-то там сиська на рубашке Сори, цензура Мы с Андреем Какой-то период времени общались По поводу того, чтобы он купил Машину Bugatti Я сказал, я поищу Весь рынок, где есть машины Какие есть предложения и вернусь ему Самыми интересными вариантами Мы нашли самое интересное предложение Лимитированный автомобиль С маленьким пробегом 500 километров И с самой полной комплектацией На полном комплекте У нее там открытый карбон У нее белоснежный салон У нее хромированные большие колеса То есть там самая полная комплектация Я Андрею скинул этот вариант Андрей, недолго думая, в принципе согласился Мы с ним договорились, что он скидывает задаток За этот автомобиль И мы запускаем процесс Вся сумма денег Задаток сколько? Он дал Это и есть задаток А, серьезно? Миллион шестьсот Скидывал ее частями Это правда Но эта вся сумма денег Она пошла на задаток Вторую часть денег Партнеры, которые везли машину Добавили и привезли автомобиль Все его деньги лежат в машине Это и есть задаток Я ему сказал, что все риски со своей стороны Я беру на себя Привоз автомобиля Оформление автомобиля И все остальное Машина приехала То есть это моя сторона договора Его сторона договора Оплатить и забрать автомобиль В указанный срок В итоге Мои партнеры машину привезли Целости и сохранности Оформили На тот момент, когда машина приехала У Андрея еще розыска не было То есть она уже стояла на таможне Я к Андрею говорил, что ей надо выплачивать Забирать Он говорит, потом, потом Пока не до этого Потом у меня там куча проблем Машину он не забирал Он тянул время до последнего Машина простояла совокупно Почти уже два месяца Я ему постоянно звонил и говорил Забери машину Оплати машину И потом наступил вот этот интересный момент Когда у него случился розыск И он говорит Я теперь не знаю, как у меня получится Не получится Приеду, не приеду Я ему говорю Давай мы придумаем какую-то схему По которой ты сейчас не попадешь на деньги Потому что у тебя в машине есть задаток Давай И предложил ему там много разных вариантов Первый вариант это там рассрочка Постепенно выплатить поэтапно машину И потом в итоге машину привезти ему на Кипр Второй вариант это Его машины, которые у него есть в Москве Продать и перекрыть эту машину Чтобы он не попал на задаток Там еще разные варианты были И самый быстрый вариант я ему предложил Давай за счет задатка сделаем скидку И быстро ее сейчас продадим эту машину Его это вообще ничего не интересовало Он говорит Надо быстро мне вернуть деньги Вернуть задаток Я ему объясняю Задаток невозвратный Задаток это обеспечение платежа То есть это обеспечение как раз Если ты передумаешь брать машину То задаток мы не можем тебе вернуть Никто не возвращает задаток Обычно задаток берут там от 30 до 80% Я ему об этом все объяснял Андрея не интересовал вариант Как вывести деньги Не попасть на задаток Его интересовало быстро забрать деньги и все То есть я ему все схемы которые ему писал Это было для него очень... Но он же не все хотел Забрать Он сказал что 500к оставит Очень сложно Он не понимает что надо там ее сначала Чуть выплатить Потом продать 80% задатка Да я вообще не знаю как это Так вообще работает то в принципе Тут как бы ты Не оправдывался Что бы не говорил Всем и так понятно что деньги С... Все То есть Ну какой миллион шестьсот Ну куда эти миллион шестьсот пошли Ну на что На какие расходы Ну не было там расходов на эту сумму Не было Понимаете Далее Ему очень быстро надо вернуть деньги Я ему объяснял что в машине Якста задаток Вложены чужие деньги Целый месяц там Мы ему с ним постоянно общались Но вот по поводу того что Как вернуть деньги Ему это вообще не интересовало Он мне на другие темы отвечает По поводу того как продать машину Как ее оплатить Его вообще это не интересовало И он нашел для себя Самый оптимальный вариант Он попросил Тамаева Он отправил своего представителя Забрать деньги И закрыть вопрос Пришел Тамаев Который сказал что Я уполномочен от имени Андрея Забрать деньги Закрыть вопрос Мы с ним сели Пообщались Я объяснил ему эту ситуацию Он с пониманием отнесся Он понимает что Правда на моей стороне Задаток в таком случае Он невозвратный Почему Я не знаю Они подписывали какой-то договор что ли Я почему-то очень в этом сомневаюсь Упал намоченный У них же нет никакого договора Скорее всего Да То есть они там буквально Наверное на словах такие Договорились все То есть Где документы какие-то Где там прописано что Задаток не возвращается Или какая-то там Не знаю Какой-то процент Остается у них там 30 процентов Или еще что-то Ну мы Мы решили Что надо эту ситуацию Решить полюбовно И поэтому Часть денег Я вернул Его представителю Что собственно Написал Андрею Какую часть денег Подожди О какой Части идет речь То есть Тамаеву все-таки Дал деньги получается Дальше уже Их коммуникация Это уже вообще Не мой вопрос Пусть они дальше А то есть Тамаев все-таки Реально киданул На бабки Молстроя Нормально Так а какой сумме Сколько это идет Сколько Тамаев себе Прикарманил Как хотят Коммуницирует Я выполнил Больше чем нужно Я ему Мало того что Подожди То есть Ты получается Не хотел Молстрою вообще Возвращать деньги Но пришел Тамаев Выбил из тебя Какую-то часть денег И оставил себе Почему тогда Изначально Молстрою не переводил деньги Почему Ты это сделал Только тогда Когда Тамаев пришел А до этого Ты что-то Ну типа Мямлил Тоже Отказывался Сейчас опять продолжает Про задатки говорить Сколько ты тогда вернул Тамаеву Почему он об этом Сейчас не сказал Почему Ну сумма Где сумма Какая Привез машину Так я еще Частично Свои деньги Вернул В качестве Задатка Потому что Его деньги Вложены В автомобиль И для того Чтобы мне Вернуть деньги Мне нужно Продать этот Автомобиль Андрей Физически Находится Не в России Сообщения Мои Подожди еще раз Привез Машину Так я еще Частично Свои деньги Вернул В качестве Задатка Потому что Его деньги Вложены В автомобиль И для того Чтобы мне Вернуть деньги Мне нужно Продать Этот автомобиль Андрей Физически Находится Не в России Сообщения Мои Он Игнорирует Он Те сообщения Которые Пишу По поводу Машины Когда ты Заберешь Когда я Полтора месяца Ему Постоянно Давай Заберем Давай Тебе на Кипре Пригоним Давай Как-то Решим Он Игнорирует Ему Это Неинтересно Аналогия Даже У меня В голове Человек Пришел Художнику Дал Задаток Попросил Нарисовать Картину Художник Пять лет Рисовал Картину Купил Краски Кучу Времени Потратил Потом Приносит Через Пять лет И говорит У меня Уже Планы Поменялись У меня Другие Интересы Я Не Хочу Забирать Картину Оставь А задаток Верни Он Говорит Как Я работу Свою Сделал Свою Сторон Договор Я Выполнил За работу Он Деньги Получится За картину Нет Картину Другому Можешь Продать Да И сравнивать Картину С машиной Тоже Конечно Такое Машину Проще Продать За Такие Деньги Только Вам Нужно Для вас Рисовали Вот Так И я С этой Ситуацией С Машиной Теперь Машину Кому Привел Фример Который Пять лет Что-то Рисовал И работал Ты пять лет Машину Что-ли Вез Из Дубая Или Что Нет Или Ты ее Создал Нет Ты ее Собирал По этим Шурупам Крутил Нет Ты просто Привез Тачку И все Что-то Дэш Дэфаешь Этого Уродца Чел В смысле Дэфаешь Или не Дэфаешь Тут вопрос В том Что Кинули Там Приехал Деньги Забрал Уехал Исчез Вообще Тут Вопрос В беспределе Который Происходит Типа Ну Я не знаю Типа Допустимо Просто потому Что Этот Значит По Ну Потом Знаешь Томаев К тебе Приедет Тоже У тебя Что-нибудь А я Скажу Да ты Ты Тогда Говорил Что В принципе Можно Ситуацию Внимания Не обращать Вот Теперь Хавай Но Это Первое А второе Да я На это Реагирую Потому что Просмотрит Это Собирает Сейчас Я так Чисто На хайпе Ну И потому Что Ну На самом На деле Базовая Основа Здесь Это То Что Ситуация Реальная Какая Партнера Моим Или Мне Выкупать Куда Едевать Если Она Ехала Да мне Ее Отдай Господи Подари Мне Машину Я В Америке Здесь Быстро Продам Цель направленно К Андрею Андрею И должен Забрать Эту Машину Андрею Интересно Сделать Аудиторию Куча вопросов Я Решил Ответить Чтобы Люди Не думали И себе Не придумывать Для меня В первую очередь Важно Продать Автомы Вопрос Только Два На хайпе Дал Такой Большой Задаток И почему Бабки Именно Томаеву Отдал Анимелу Вот У меня Тоже Такие Вопросы Комел Строю Тоже Есть Вопросы На Кой Это Вообще Ему Миллион Шестьсот Дал Просто Какому-то Челу Причем Наверное Без Каких-то Там Договоров Ну Если Тебе Некуда Деньги Девать Ну Дай Ты Мне Этот Лям Куда Намного Больше Пользы Будет Я Свою Часть Договора Выполнил Андрей Свою Проблема Милстроя В том Что Он Эти Деньги Очень Он Их Получает Легким Способом Да То Ему Повезло Он Выиграл 10 миллионов Долларов Вывел Их То есть Он Не приложил К этому Какие-то Жесткие Усилия Да То есть Это Деньги Которые Упали На голову Человек Который Так легко Получает Деньги Так же Легко С ними Может Расставаться Вот Поэтому Он И Раскидывается Просто На Миллион Шестьсот На Полляма На Еще Что-то Хотя Это Ненормально Так Нельзя Делать Если Б Он Миллион Шестьсот Зарабатывал Полжизни Да Он Б В Жизни Не Дал Деньги Вот Этому Челу Часть Договора Не Выполнил Вы Поступили В Этой Ситуации Если Вы Причем Здесь Пять Лет Он Вез Подожди Это Ты Я Не Понимаю Просто А Иди Ты Банворды Пошел Отсюда Привезли Уникальный Автомобиль Который Продается Не Каждый Хочу Брать Верни Задаток А Машина Приехала С другой Страны Она Растаможенная Стоит Его Ждет Мне Не Не Надо Остав Часть Задатка Почему Он Решил Что Часть Задатка Только Нужно Мне Оставить Почему Не Вся Сумма Непонятно Этим Видео Я Хотел Сказать Что Свою Часть Договоренности Я Выполнил Я Привез Автомобиль Я Что Слова Мела Истина Что Если Задаток Был 1.6 Ляма А Мел Про 500 К Потому Что Он Первый Тему Зафарсил Так Подожди Нет Если Бы Как ты Говоришь Задаток Был 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 Миллион Шестьсот То С Какого Тогда Томаеву Отдал Какие То Деньги И Томаев Исчез После Этого Даже Вопрос Именно В Там Понимаешь Мел Строишь Говорит Ну Оставь Ты Пол Лямы Себе Вот Это И Задаток Пол Миллиона Доллара Это Не Деньги Что Л Соответственно Оставшийся Миллион Сто Тысяч Где Так Мел Может Пиздец В смысле Вот Этот Человек Признался В этом Видосе Что Да Томаев Приехал И Забрал Деньги Только Не Уточнил Какую Сумму Почему Потому Что Это Очень Важно Не Выполнил И Решил Эту Всю Историю Преподнести Как Красивый Инфоповод Что Его Кинули Не Возвращают Кинули Реально Ты Сам Это Сказал Алло Да Я Считаю С Андреем Вопрос Полностью Закрыт Мы Пошли Навстречу Мы Ему Представителю Так Этот Представитель Оказался В итоге Который Был Уполномочен Забрал Намочен Да Да Только По-моему По-моему Вчера Говорили Что Томаев С этим Юрой Хорошо Общаются И дружат Что Этот Юра Ему Какие-то Тачки Или Давыдовичу Давыдовичу По-моему Тачки Предоставляет И они Там Начинают Друг друга Дефать Сейчас Ку Дед Смотрю Тебя Довольно Давно И не Пропускаю Ни Одного Стрима Сегодня Мой ДР Поздрав Пожалуйста И я Хотел бы Поблагодарить Тебя И чат За то Что Вы Просто Есть Спасибо Меньше Чем Три Спасибо Соль За 300 Рублей Спасибо Так В чем Они Виноваты Если Представитель В том Что Этот Юра Почему То Не Хотел Возвращать Деньги Мелстрою Мелстрой Сначала У Юры Пытался Деньги Забрать Писал Ему Юра Отказывался Потом Если Я не Ошибаюсь Вообще Начал Угнорить Мелстрою Как Это По словам Мелстроя Соответственно Мелстрой Не Обратился К Там Мелстрою Нет Там Маев Написал Мелстрой И предложил Свою помощь На что Мелстрой Сказал Окей После Этого Этот Там Маев Поехал К этому Юре И Взял У него Все Таки Деньги То Почему Этот Юра Изначальному Деньги Не Отдал Мелстрою А Удал Отдал Какому-то Упал Намоченному Че Вообще За Бред Вот Эта Ситуация Брать Деньги И решить Этот Вопрос Полная То есть Ну И что Этот видос Абсолютно Ничего Не Не растаял Никакие точки Абсолютно Какая Это Этот Юра Буквально Признался Что да Деньги Были По сути Не сказал Какая Именно Сумма Только Почему Ты Не договорил Опять же То есть Видно Что-то Скрывает От Тамаева Теперь Открещивается Хотя Как мы знаем Вроде Они там Дружат С Тамаевым Не знаю Поздравь Да подожди Ты Алло Вот Соответственно Что Что в комментах Пишут Сейчас Вырублю Этого Сразу Появляется Вопрос Почему Если Представителю Была Возможность Вернуть Деньги То Почему Не Было Такой Возможность Вернуть За Заказчику Ну Вот Рассказывает Что за Даток Не возвращается А потом Говорит Что Май Водал Что За Из Всех Донатов Это Был Первый Банворд Да Я Просто Привел Пример Что Людям Неприятны Спойлеры Так же Как И Тебе Банворды В этом Донате Нет Банвордов Ну Ты Сравнил Чел От Банвордов Так то Есть Риск Бан Получить А от Спойлеров Какие Риски Никакие Чел От Спойлеров Ты Сам Виноват Что Много Лет Не Играл В Игру На Которую Если Ты Не Играл В Ее Тебе На Не Было П***** То Почему Ты Так Переживаешь О Спойлерах Так Амирану Сардарова Не только Битву за Хайп Надо Возвращать Но и Шоу Без Названия Каждый Месяц Новый Конфликт В Вопрос В другом Почему Томаеву Даже Свои Одал Амелу Который Тебя Неплохо Так Взбодрил Выкупив Твой Автопарк Перед Бугатти Не мог Ему Вернуть Хотя Часть Как Томаеву Ясно Понятно Что Для Мэла Бабки Как Пришли Так Вышли Но Ты Так И Дал Оба По Факту Да Еще И Взговор И Ставаем Ставаем Ну Вот Я Про Это Не Ну Тут Вопрос Как Бы Сразу Намечается Какой Плаки Плаки Или Нормал Даки Why